Ровно 10 лет назад именно в этот день на этом месте произошли события, получившие название «Шанракские события». Представители власти и отряд спецназа, которые пришли снести дома на признанных самозахваченными землях, местные жители встретились с камнями в руках. Сейчас улицы, некогда пережившие шанракские события, полны домов, выстроившихся в ряд. Здесь нет мусор и грязи, которых было много. Дети, родившиеся в эти годы, не знают о произошедших событиях. Борьбу с незаконными постройками Акимат города Алматы начал тогда с микрорайона Бакай. В июле 2006 года в Бакайе были снесены бульдозерами 500 домов. Через неделю снос домов продолжился в микрорайоне Шанрак. Они пришли 14 июля, чтобы снести дома. Вечером 13 июля весь народ уже знал о происходящих событиях. Ночью никто не спал, не знали, в какое время они придут. К 6 часам утра приехала пожарная машина. Подъехали бульдозеры, чтобы снести дома. По словам очевидцев, за день до столкновения приехал Аким Ауэзовского района Владимир Устюгов и предупредил о сносе домов. Однако, говорят жители, когда отряд полиции вошел в село, представители властей не стали ничего разъяснять протестующему населению. Руководитель района, руководители комитета местного самоуправления собрались и стояли вон там. Через некоторое время на автобусе приехали бойцы ОМОНа. И народ понял, что мирным путем ничего не решится. В столкновениях между местными жителями и силами правоохранительных структур были ранены 150 сотрудников полиции. 16 из них с тяжелыми травмами поступили в больницу. Жители начали кидать в них заранее подготовленные бутылки с зажигательной смесью, камни. В результате столкновения погиб 24-летний сотрудник Бостановского РОВД Осет Бесенов, который получил 70% ожогов тела. Суд по делу Шанрака затянулся затем на 8 месяцев. 20 местных жителей осудили условным сроком на 3 года. Четверо, признанные виновными в организации беспорядков и смерти полицейского, были осуждены на длительные сроки и до сих пор сидят в тюрьмах. Среди них и гражданский активист, диссидент-поэт Арон Атабек, оказавшийся в день столкновения в Шанраке. Правозащитники признали его полизаключенным. Сидя в тюрьме, Арон Атабек удостоен Международной правозащитной премии. В Лондоне в прошлом году издана его книга стихов. Кроме него были осуждены Курмангазы Отигенов на 16 лет, Ирганат Тараншиев на 15 лет и Рустем Туяков на 14 лет. Рустему Туякову жителю Шанрака тогда было 22 года. Его сестра Бульзира Туякова вспоминает произошедшие события. Мне тоже хотелось присоединиться к тем людям. Я все время подходила к сотрудникам милиции и умоляла их. У них на руках только камни. Если вы уйдете, они тоже уйдут. В какой-то момент сотрудник органов дважды хлопнул в ладоши. В это время начал гореть один человек. Мы ничего не поняли. Началось толпотворение. Я начала бегать в поисках брата. Через некоторое время нашла его сидящим у времянки. Узнала его по куртке. Он сидел, закрыв лицо руками. «Рустем, Рустем, что с тобой?» – спросила я. Он сказал, что ему огнем опалило лицо, и он не понял, что случилось. Адайбек Биембетов, который был председателем суда по делу Шанрака, говорит, что осужденные действительно были виновны. «Это не чьи-то слова, не чьи-то указания. Есть видеоматериал. Отчетливо видно, как поджигали, как привели, привязали. Я и сейчас с уверенностью могу подписать тот приговор». Шанракские события, во время которых заживо сгорел один человек, и затем были осуждены на длительные сроки четыре человека, постепенно забываются. Некоторые жители Шанрака переехали в другие места. Вместо них переселяются те, кто не знает о произошедших событиях. Даже те, кто некогда находился в гуще событий, стараются не вспоминать о прошлом и благодарны тому, что у них есть сегодня. «Все наши дома легализуют. Весь народ получил свои земли, получили документы, все прописались. Мы выражаем благодарность Акиму Аллаталского района, Багдату Манзорову». Сейчас, смотря на облик микрорайона Шанрак, трудно представить его вид десятилетней давности. Прежде в разных местах были разбросаны небольшие дома из двух-трех комнат. Сейчас тут, согласно официальным данным, насчитывается около 250 тысяч человек. Через два года после событий 2006 года был создан Аллатавский район. Власти легализовали почти все земельные участки, о которых ранее говорили, как о незаконно захваченных. «Мы легализовали около 6,5 тысяч домов. Если в среднем считать по 5 человек с дома, то около 40-50 тысяч человек стали полноценными жителями города Алматы. Сейчас у нас неузаконены около 250 домов. Причина – в проблемах с землей. Во-вторых, в городе Алматы сейчас переделывают детальную планировку. Никаких разговоров о том, что дома, по которым нет решений, будут снесены или разрушены – нет. Принято решение, что все дома, где проживают граждане, будут легализованы». Несмотря на создание отдельного административного района и на строительство новых домов, раны шанракских событий еще не зажили. В тюрьме все еще остаются 4 человека. «Для народа создали все условия, жить стали хорошо. Шанрак расцвел, вырос, построили школу, больницу. Все, что признали незаконным в 2006 году, узаконили. Только молодость моего сына проходит в тюрьме. 10 лет сидит там. Я приношу извинения президенту страны за моего сына. Молодость его проходит. Хочу, чтобы его простили и чтобы он попал под амнистию». По данным Акимата Аллатавского района, 250 земельных участков из около 6500 земельных участков, признанных в 2006 году незаконными, пока не легализованы. В ближайшее время этот вопрос будет полностью решен, заверяет Аким района. Земельный участок, принадлежащий осужденному на 14 лет Рустему Туякову, также ждет решение Акима.